МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! В эфире национального телевидения Чуваши программа «Айти не обойти» и я, Евгения Фандеркина. Благодаря новым технологиям мир вокруг нас меняется так быстро, что за всеми тенденциями не уследишь. Но мы постараемся поведать вам о тех, которые в первую очередь понадобятся в повседневной жизни. В этом выпуске расскажем о нововведениях в работе бригад скорой медицинской помощи на территории Чебоксар и о том, как развивается система 03. Ответим на вопрос, как оформить документы, не простаивая в очередях, и насколько удобен электронный больничный. Объясним понятие интернет-вещей и расскажем, как это работает. С развитием технологий развиваются и остальные сферы. Становится удобнее, комфортнее, а главное – безопаснее жить. Электронное правительство, цифровая экономика, виртуальное образование – медицина здесь тоже не стоит в стороне. Новые исследовательские медицинские центры и оборудование. Меняется и первичное звено. Повышается эффективность работы скорой помощи. Качество работы выездных бригад улучшилось благодаря планшетам. Здесь можно включить навигацию, и планшет сам будет выбирать маршрутизацию, минуя пробки и выбирая лучшие дороги. Чебоксарские бригады скорой теперь пользуются планшетами со специальным программным обеспечением. Устройства помогают врачам быть в курсе ситуации уже в момент выезда на вызов. Приходит вызов, получается, да, выходит табличка с вызовом. Здесь написано, отражаются и данные пациента, и с каким поводом поступал вызов, и адрес. Пока мы едем, можем прослушать. Скорая 44. Вызов сам. Информация на планшет автоматически попадает из колл-центра скорой, где специалисты принимают до полутора тысяч звонков в сутки. Раньше вызовы поступали по медному кабелю. Теперь здесь оптика от Ростелекома. Улучшилось качество сигнала, увеличилась скорость соединения, а среднее время ответа диспетчера сократилось до 9 секунд. Основной канал связи страхуют резервные. Служба 0.3 всегда должна оставаться на связи. Вероятность пропадания связи на телефонных линиях 0.3 практически стремится к нулю. В связи с тем, что наши технические специалисты круглосуточно мониторят работоспособность наших каналов к связи, как основного, так и резервного. Республиканская станция скорой помощи работает в едином информационном поле системы скорая помощь, что, помимо прочего, позволяет отслеживать местонахождение бригад онлайн по всей Чувашии. Прослеживается на электронной карте Чувашской республики нахождение бригад скорой медицинской помощи, место их дислокации и статус бригад, что позволяет максимально быстро принять решение оперативному отделу, послать на вызов максимально быстро наиболее близко расположенную бригаду скорой медицинской помощи. В перспективе у Ростелекома республиканской скорой интеграция системы с электронной базой данных медицинских карт пациентов. После этого по прибытии на вызов врачи смогут не только оценить состояние больного, но и изучить историю болезни, которую система автоматически загрузит на планшет. Необходимость оформления и получения документов неизбежно заставляет нас стоять в очередях. Но благодаря наличию таких инструментов, как портал госуслуг, постепенно такая практика изживает себя. Все реже люди посвящают свои свободные часы разглядыванию стен в больницах и ведомствах. Что еще можно оформить и получить онлайн без лишних проволочек, расскажем в следующем сюжете. Стоять в очереди в пенсионном фонде – прошлый век. В последние годы все больше сервисов и услуг фонда становятся доступными в электронном виде. С помощью портала госуслуг можно подать заявление на начисление пенсии, материнский капитал, получить социальную помощь. В прошлом году созданы были все сервисы для приема заявлений максимально по всем видам услуг в электронной форме. В результате к концу года от всех поступивших заявлений 30% – это были электронные заявления. В текущем году данный показатель увеличился почти в два раза. По отдельным услугам достиг 70-80%. У федеральных льготников есть возможность выбрать набор соцуслуг или денежную выплату. Сделать это нужно до 1 октября любым удобным способом – с помощью портала госуслуг или официального сайта Пенсионного фонда России. На главной странице есть раздел об отказе от НСУ. Попасть в него можно с помощью учетной записи на едином портале предоставления государственных услуг. Завести и подтвердить ее можно в МФЦ. В личном кабинете нужно выбрать управление Пенсионного фонда по месту регистрации. После проверить личные данные и выбрать раздел «Виды НСУ». Он включает в себя сразу три части – предоставление лекарственных препаратов, санаторно-курортное лечение и транспортные услуги. У пользователя есть возможность выбрать, от каких услуг он хочет отказаться, а какие – оставить. В том числе можно отказаться от всего сразу и получить выплату. После того, как заявление будет сформировано, можно проверить, все ли сделано правильно и отправить документ на рассмотрение. Для удобства пользователя на портале есть подсказки. При этом вводить данные паспорта или СНИЛС не требуется. В учетной записи на госуслугах эта информация уже есть. Список услуг Пенсионного фонда, доступных в электронном виде, обширен. Сегодня наиболее востребованы и подают заявление в электронном виде на назначение пенсии, на доставку пенсии, на получение сертификата на материнский капитал, на распоряжение средств материнского капитала. Конечно, мы на первых порах помогали гражданам подавать заявление в электронной форме. Даже были организованы компьютерные курсы для пенсионеров. Сейчас самостоятельно подающие из общего количества, наверное, без нашей помощи, где-то составляют более четверти. Еще одно нововведение – электронной больничной. Им пользуются крупные работодатели и медицинские учреждения с 1 июля. Его преимущества оценили все. Кадровая служба может быть уверена, что лист нетрудоспособности будет настоящим, а врачу не придется писать все от руки и тратить свое время. В виртуальном кабинете доктору нужно выбрать электронную карту больного, расставить галочки в больничном и закрепить результат цифровой подписью, которая есть у каждого врача. При этом хранится документ будет в защищенной базе Фонда социального страхования, который получит доступ работодателя, с которой и заключит договор с фондом. Напрямую, получается, все больничные листы оплачивает Фонд социального страхования. Нам нужно будет только достоверное сведение о сотруднике, о размере его средней заработной платы, получается больничный лист, в котором получается количество дней показано, и мы это расчет и делаем. Нам вот это оперативное, ежедневное получение сведений о заболеваемости сотрудников дает возможность, получается, сегодня уже отрабатывать со страхователями подготовка документов для быстрого получения, скажем сегодня, ускорения этих расходов. Во-первых, работающее, получается, предприятие не обязано теперь копировать свой больничный лист. Сотрудники смогут узнать сумму пособия на портале Госуслуг. Вообще, электронными услугами на сегодняшний день пользуются почти 70% жителей региона. И в этом году у всех россиян есть возможность пользоваться скидкой в 30% на госпошлину, подавая документы с помощью портала Госуслуг. Для этого нужно сделать несколько простых шагов. Подать заявление на услугу через портал или с помощью мобильного приложения. Дождаться, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины в личном кабинете и оплатить его безналичным способом. Сентябрь богатый на события месяц. В частности, его можно назвать месяцем программистов. 13 сентября в 256 день года все, кто имеет отношение к этой сфере, отмечают свой профессиональный праздник. Слово «программирование» часто ассоциируется только с персональным компьютером. Однако это не так. Практически каждое электронное устройство, от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением, в свое время прошли через руки специалистов по программированию. Значение труда этих людей сложно переоценить. Чувашские программисты снова засветились на конкурсе «Проф.АйТи». В этом году проект из республики занял второе место в номинации «АйТи в социальной сфере». С помощью новых технологий в регионе организовано информационное межведомственное взаимодействие при оказании медицинской и социальной помощи инвалидам. Это актуальное нововведение. Ежегодно в Чувашии проходит медицинское освидетельство не более 28 тысяч человек. Теперь для подтверждения своего статуса им не надо сидеть в очередях. Экспертизу пациент проходит в одно посещение. Врач получает результаты быстрее. Это уже не первая победа разработчиков из Чувашии. В 2014 году проект «Комплексная автоматизация ЖКХ на базе ГИС и ЖКХ «Регион» был признан лучшим в номинации «АйТи в ЖКХ». В 2015 году проект «Комплексная автоматизация подсистема «Персонифицированный учет лекарственных препаратов» занял первое место в номинации «АйТи в здравоохранении». Продавать алкоголь в розницу в интернете не будут. В начале августа этого года Министерство финансов России планировало разрешить продажу спиртного в России в режиме онлайн. Однако инициатива была отложена до 2021 года. Только после этого в нашей стране можно будет приобрести крепкие напитки у ритейлеров. 5G приходит в Россию. К 2020 году сети пятого поколения должны заработать в восьми городах страны. Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказал более оптимистичный прогноз, пообещав внедрение через 2-3 года. Однако, по его словам, итоговое решение об использовании технологии будет зависеть от желания российских операторов связи. Эксперимент проведут уже в следующем году на Чемпионате мира по футболу. Отметим, сети пятого поколения позволяют обмениваться информацией на скоростях свыше 10 гигабит в секунду. В 30 раз больше, чем в работающих сегодня сетях 4G. Полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд. В чебоксарских троллейбусах появился бесплатный интернет. Воспользоваться Wi-Fi можно на маршрутах номер 1, 4, 20 и 21. Всего в 81 троллейбусе. Узнать, есть ли в транспорте точка доступа, можно по специальной наклейке на входе и в салоне. Для пользования интернетом нужно пройти идентификацию и авторизацию при помощи своего мобильного. В дальнейшем регистрация в сети будет происходить автоматически. Отметим, что точки доступа разместили также на Красной площади, в парке имени Николаева и в Лакреевском лесу. Детский технопарк для талантливых детей. Здесь вкладывают в будущее, готовят новые кадры по научно-техническим и инженерным отраслям. Нашей республике нужны высококвалифицированные работники. Экванториум – хорошая площадка. В каждом подразделении дети занимаются своим видом деятельности. Так в IT-квантуме готовят юных программистов. Этот класс нацелен на развитие интереса к программированию, конструированию электронных схем и устройств. Если большинство пользователей смартфонов скачивают разные мобильные приложения, игры, такси, почты, соцсети, то ребята из Кванториума разрабатывают их сами. Мы создаем приложение «Электронный гид» для помощи туристам и приезжающим в наш город, чтобы они узнали больше о наших достопримечательностях. Один человек сообщал информацию, памятники, я искал фотографии. Кто-то писал программу, собственно говоря, а кто-то историю. Мы узнали, что в нашем городе в октябре 2016 года открылся новый памятник Николе Теслу. Программирование – это финальная часть, своего рода оболочка. До этого проходит этап подготовительной работы, сбор информации. И он не менее интересен. Мы проходим по этапам. То есть мы придумали идею, потом дальше написали техническое задание на нее, расписали, как оно должно работать, алгоритмы, то есть что-то придумали. И потом уже по маленьким шажочкам начинаем делать. То есть сначала простенький шаг, чтобы на кнопочки нажимались, какие-то действия происходили. Потом усложняем все это. Включаем циклы, переменные, функции. Потом дальше усложняем. Дети делают его более профессионально. То есть собирают туда материал, делают какой-то интерфейс уже более дизайнерский. Учатся работать с графикой. А вот шестиклассники Илья и Миша, то, что они предложат в своем приложении интернет-пользователям, сначала испытывают на себе. Мы создаем приложение, рецепты коктейлей. Шоколадный коктейль, черничный коктейль. Вот. Ну, кофе брали. Здесь обычные школьники, которым просто интересно, отмечает педагог. Чтобы прийти и заниматься, не нужно быть гением и иметь университетские знания. Помимо IT-технологий, здесь есть и класс робо-квантум. Ребята совместно с преподавателями моделируют разных роботов. Четвероклассник Максим Сивкин – самый юный разработчик. Он самостоятельно собрал робота Парктроника. Датчики машины срабатывают, как только расстояние между препятствием и машиной сокращается до 40 сантиметров. Ученик второй гимназии Дима Фомин в команде Кванториума – новичок. Впервые он пришел сюда месяц назад, но после нескольких занятий решил, что останется надолго. Сейчас он постигает азы робототехники. Это было специальное задание, по инструкции собрать и изучить это. Да, было довольно-таки легко собрать это, потому что пока что это легкие механизмы мы изучаем. Собственного робота продолжает собирать и семилетний Миша. На уроке в Кванториуме царит особенная атмосфера. Ведь таких предметов в школе не преподают. Я делаю машину. А из чего делаешь? Как делаешь? Расскажи к нам. Я делаю... Ну, это сложно сказать, но я сделаю что-то типа машин. В данном кружке он получит новые навыки, которые сможет использовать в дальнейшем своей жизни. Не надо использовать. Может быть, это будет связано с его будущим. Создать что-нибудь интересное и нужное для человечества. Задача Кванториума не только приведет детям тягу к науке, но и научить их искать полученным знаниям практическое применение. Учебная программа здесь насыщенная. Несмотря на то, что учебный год закончился, здесь проходит смена интеллектуальной каникулы. Все педагоги у нас прошли обучение в Москве. Они познакомились с многими разными программами и мотивацией детей, и вовлечениях в творческую деятельность, через игру прежде всего. И, конечно, дети, увлекаясь, начиная с игры, потихонечку втягиваются в процесс творчества. Они начинают сами придумывать какие-то модели, собирать. Они начинают сами экспериментировать. Ну, наверное, в этом основная задача Кванториума. К концу года в Чувашии должны построить 42 объекта цифрового вещания. Благодаря этому первый мультиплекс станет доступен всем жителям республики без исключения. Второй обещают запустить в 2019 году. Напомним, первый мультиплекс включает в себя 10 федеральных бесплатных ТВ-каналов в цифровом качестве. За 4 года в Чувашии удалось запустить 15 объектов цифрового вещания. Еще 3 находятся в тестовой эксплуатации. Умные дома, интернет вещей. Эти слова в последнее время звучат все чаще. А все потому, что технологии уже сейчас позволяют автоматизировать все вокруг. Холодильник, микроволновку, розетку и даже лампочку. Почему за такими гаджетами будущее в нашем сюжете? Когда возвращаешься домой из дальних поездок, всегда хочется отдохнуть от суеты. Но если дома встречают спиненный паркет и мокрый дрожащий кот, тут не до отдыха. Протекающий кран вполне способен расстроить планы на вечер. Решение такого рода проблем – век технологии «Умный дом». Зачем он нужен? Система может гарантировать вам спокойствие. Больше не придется вспоминать, выключили ли вы утюг. Вы можете сделать это, находясь в поездке, с помощью «Умной розетки». «Умный датчик протечки воды» сообщит, если стиральная машина вышла из строя. А датчик ухода за растениями, если ваши цветы вот-вот завянут. Кроме того, это способ сэкономить на электричестве, потому что розетка не только выключит устройство, но и подсчитает расход энергии. Устанавливается либо под ванну, либо под раковину. И, соответственно, как только вода касается вот этих датчиков, во-первых, он начинает пищать, а во-вторых, вам приходят уведомления о том, что вы затапливаете соседей ваши. Решений для «Умного дома» много, но большинство из них – отдельные устройства, которые нужно подключить к своему смартфону. Однако есть и готовые системы, например, лайф-контрол от «Мегафона». Помимо основных гаджетов, здесь есть свой хаб – центр «Умного дома». К нему подключаются все датчики – движения, протечек, дыма, качество воздуха, ухода за растениями. Кроме того, здесь есть Wi-Fi-камера, умная лампа, гео-фитнес-трекеры. Каждый может выбрать свой сценарий использования системы. Может работать полив цветов дома без моего части, потому что я свои цветы все не забываю поливать. Мне кажется, это очень удобно, очень интересно. Такое ощущение, что мы делаем первый шаг в будущее, где будет жить комфортно и удобно. Все устройства прекрасно между собой ладят, и поэтому их можно между собой компоновать как угодно. А центр «Умного дома» может стать не только хабом, но и роутером, и даже камерой видеонаблюдения. В целом система очень интересная. В будущем, я думаю, она найдет своего потребителя, ну и найдет свое отражение в жизни людей. Life Control – проект масштабный. Умным домом экосистема не ограничится. Эта тенденция, она идет, она прослеживается во многих вещах, когда интегрируется все больше и больше вещей друг в друга. Когда мы даже там не могли представить, допустим, что будем такси из приложения вызывать, да, там, два года назад. Эта тенденция, она уже прослеживается абсолютно во всем. Дальше она будет только нарастать. На сегодня все. Смотрите программу «Айти не обойти» на национальном телевидении «Чуваши» и на нашем канале в YouTube. С вами была Евгения Фандеркина. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова